Олеся Бацман, главред издания «Гордон». Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Да. Ну, давайте с вами, как обычно, видео смотреть и про какие-то ассоциации говорить и так далее. Значит, немного о русской культуре. Да, это, конечно, шокирующее видео, и я вам расскажу, почему потом. Потому что я был свидетель такого только в другие времена. В Екатеринбурге парня побрили в автобусе из-за того, что у него были длинные волосы. и из-за этогоmania заинтересовался и лишний. Также, пилота исследовала, сейчас прямо в панку. То, что делал? Ну, естественно, я читал многочисленные комментарии по этому поводу. Значит, естественно, никто не вступился. Хотя это довольно странное видео. Почему? Потому что рядом с этим парнем оказались люди, у которых в кармане была вот эта, знаете, бритва. Потому что это такая электрическая бритва, продается в магазине. Это немножко странно. Но даже если это фейк какой-то, для чего-то сделанный, я не знаю для чего, но здесь удивительно другая вещь, что абсолютно никто в автобусе за этого парня не заступился. Понимаете? И тут я хочу вам рассказать одну вещь, свидетелем которой я был. В 60-х годах, так сказать, постепенно стали появляться музыка Битлз в Украине. Я тогда жил в Украине. Стали привозить пластинки, моряки. Ну, вы знаете, как это все появлялось. Это стоило бешеные деньги и так далее. И сразу появилась мода Битлз, то есть вот эти расширенные клешные брюки и длинные волосы. Так вот, на Крещатике возле центральной почты, но на самом Крещатике, стоял автобус. И стояла, ну, не милиция, а какие-то странные люди. Короче говоря, они ловили этих Битников, как их называли, заводили в этот автобус, брили, оболванивали и выпускали. Вот такая вот история. И вот сейчас мы это с вами видим. Естественно, Битников тогда никто не защищал, но и сейчас их никто не защищает. А он же не Битник, просто у него длинные волосы. Вот такая удивительная история. Что скажете по поводу этого сюжета? Ну, скажу, Матвей, что, судя по вашей прическе сегодняшней, вы тоже в этом автобусе побывали тогда, в 60-х. Да нет, это меня, это меня, нет-нет-нет, это меня в Екатеринбурге обрили. Матвей, ну, смеюсь, но на самом деле, конечно же, не смешно, потому что всё человеческое из этой страны уходит, если оно там было, а приходит вот в лучших смыслах, это я в кавычках сейчас говорю, Советский Союз. Но я сейчас даже, наверное, не с этого видео начну, а с тех двух видео, которые я на днях посмотрела тоже из российских городов и тоже из транспорта. На одном видео была зафиксирована теми, кто сидел в автобусе, драка, а вернее не драка, а просто нападение человека, мужчины в военной форме на женщину, молодую, на девушку. То есть он просто её бил по голове, там всё было в крови, он кулаком это делал, он её сбивал, он её стащил с этого. И там никто не заступился, кто-то, кто снимал, так очень вяло говорил о том, что, ну может, ты же сядешь, ну может, не надо. Ну вот ему даже не жалко было эту девушку, а просто из-за того, что типа его друг сядет, при том, что он сам ещё и это снимал. И никто в этом автобусе не пошевелился в сторону, чтобы сказать вообще, что происходит, что это. То есть там тоже мужики какие-то были. То есть никто не заступился. И второе видео — это когда то ли троллейбус, то ли трамвай, я так понимаю, по картинке, опять же, снимали пассажиры, бабулька, в одном из русских городов это происходило, не помню в каком, бабулька с какими-то там сумками. Это ещё вот там достаточно холодно, потому что она ещё в чём-то таком одета. И её также, причём уже вытаскивал из этого общественного транспорта водитель, кондуктор, который не просто её вытаскивал, она не хотела уходить, он её стащил, он её бросил на пол, она попыталась на коленях ползком обратно. Я не знаю, может, у неё не было чем заплатить или ещё что-то там произошло. Он на неё ругался матом, она, естественно, никак не сопротивлялась, ничего не говорила. Все вокруг сидели, наблюдали, причём даже, знаете, головы не отворачивали. Вот такое ощущение, что это для них привычная история, нормально. Молодой мужик Боров избивает старушку, женщину преклонных лет, беззащитную, и в итоге он её ногами, Матвей, он её выбросил из этого троллейбуса или трамвая и захлопнул дверью. Вот, ну, слушайте, когда… Ну и ваш вывод, ваш вывод, потому что у нас много видео, не очень много времени. Абсолютное расчеловечивание. Ну, потому что по реакции окружающих, по реакции твоих народа, граждан, соотечественников, вообще ты можешь судить о том, что с ними происходит. Вот я сейчас провожу параллель. В Украине, если бы, не дай бог, произошла такая история, ну, поверьте, ну, поверьте, была бы совершенно другая реакция, потому что украинцы никогда бы этого не допустили. Даже если бы нашёлся урод, а это возможно, конечно, который полез с кулаками на беззащитную девушку или женщину преклонных лет, поверьте, все, и женщины, и мужчины, набросились бы, они тут же бы показали ему, где его место, вызвали бы полицию, и это бы получило такой общественный резонанс, что мало бы не показалось этому человеку. Вот и всё. Понятно, понятно. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я её ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь, смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Давайте посмотрим сразу два видео. Это очень хорошая история. Сначала у россиян спросили, что такое госизмена. А потом у украинцев, что для них госизмена. Единственное, я спрошу, там специфика есть у редактора Ирины Абдулиной. Через меня или одно за другим? Хорошо. Значит, первое видео. Да. Россияне – это российский опрос. Это ребята на улице опрашивают россиян. Смотрим. Мы хотим у людей узнать, а что такое вообще госизмена в их понимании? Ну, для меня госизмена – это как принцип домино. Предал страну, предал всех. Предательство Родины. Какие-то действия или слова против президента, против национальных ценностей, против, в принципе, народа русского? Ну, наверное, если куда-то уехать, когда военные действия начинаются, допустим, не служить, как-то прятаться, что-то подобное. Уехать в другую страну, жить – это государственная измена, я считаю. Вот как, например, Галкин-то уехал. Ведь столько он это все израбатывал тут, и такой замок построил это. И вот так говорить о стране, это в которой ты жил, и в которой тебя благословил, и в которой ты вырос, можно сказать, ну, это разве это дело? То есть вот как Галкин сделал, это вполне госизмена можно? Ну, конечно, ну, он же и признан иногентом. Я считаю, те люди, которые получают зарплату от иностранных государств, недружественных нам, это тоже госизменники. И кто нехорошо отзывается о нашей стране, о руководстве нашей страны, это тоже, я считаю, непорядочно. Для меня государственная измена, это все-таки государственная измена Родины. Это подразумевает поддерживать взгляды политиков, руководителей других стран. То есть это какие-то действия, которые дискредитируют существующий строй, существующую, не знаю, какую-то структуру, может быть, действия какие-то, если взять, например, СВО. Вот я это так понимаю. Как наказывать надо за вот... Расстреливать, это самое, вешать. 25 с исходу, без суда. Да, оказывается, все хуже, чем я думал. А вот сейчас украинский опрос, который сделала наша компания, насколько я понимаю, что такое госизмена. Давайте. Госизмена – это когда предает свой народ. Я считаю, что госизмена – это когда ты предаешь свою страну. Не самого президента, потому что он просто человек, который исполняет определенные обязанности, а когда ты именно предаешь свою страну. Как сейчас, если ты являешься коррупционером или если ты наживаешься на гуманитарке, я считаю, это и есть госизмена. Это вопрос просто ценностей. Это зависит от человека. Мне не хочется оценивать людей и говорить об этом. Но у нас есть закон о коллаборационизме. Это государственная измена для меня. А все остальное измеряется с точки зрения тех ценностей, которые заложены в человеке. Я с временно оккупированной территории. Я считаю, что я не предала Украину. И я всегда буду в Украине. В первую очередь, я хотела бы сказать, что если у тебя есть родина, то ты должен уважать как минимум то, за что люди боролись исторически. Почему-то же они сражались. И я считаю, что государственная измена – это в первую очередь измена перед самим собой. Побег от своих обязанностей как человека, личных. И, к сожалению, она сейчас у нас рядом и везде. Я очень верю, что Украина борется сейчас все-таки за то, чтобы были изменения. Прежде всего, я думаю, это предать ребят на передке. Это главное. А остальное – это кто как понимает. Предать Украину, предать исторические корни, ментальность, государственность, суверенитет, независимость в первую очередь. В первую очередь независимость. Ну и государство как таковое, как образование. Что еще можно добавить? Предательство государства не состоит в предательстве кого-то из руководителей государства, а в предательстве самой сущности – суверенитета. Да, ну, вам комментировать. Два опроса два мира. Ну что, первый опрос в России – это настоящий опрос в концлагере. И в концлагере заключенные очень убиваются по тому вопросу, что кому-то из их коллег-заключенных удалось сбежать. И они считают, что это госизмена. Вот таких, кому удалось сбежать от их мучителей, по сути, их нужно поймать, расстрелять, повесить, скрутить. А еще очень важно не предавать начальника концлагеря, который все это устроил. И, конечно же, как история... Хорошая фраза – «Не предавать начальника концлагеря». Да, да, да. Капо, капо. Да, тут именно. А еще всячески этому начальнику, как это, способствовать... Слово такое сейчас попытаюсь найти хорошее. Ну, в общем, соучаствовать в том преступлении, которое... Потакать, потакать. Вот Ирина, редактор моя, она умная, понимаете? Она книжку там держит, словарь синонимов. Вот говорит потакать, а я и не знал этого слова. Потакать и пособничать. Вот что хотела сказать. Пособничать всячески. Вот этого слова она не знает, поверьте мне. Которое начальник этот концлагеря совершает. И, собственно говоря, круговая порука, все в омерти. Все в омерти. А второй мир, вторая картинка опроса. Ну, слушайте, свободное государство, свободная страна, независимая. Мне очень приятно, когда люди говорят это. И заметьте, проходит красной линией у всех. Что у молодого поколения, что у поколения постарше. То, что для нас государство, наша страна, не является синонимом конкретных фамилий во власти. И это то, что Украину, собственно говоря, все эти годы держит свободной, независимой, демократичной. И у нас есть свобода слова. И у нас проходят свободные выборы. И у нас, в отличие от России и Беларуси, президенты изменяются. И у нас возможно изменение какое угодно. Вот так, как народ украинский решает, так это и возможно. Но государству украинской идеи, они остаются верны. Ну, мои любимые бабульки с отряды Путина. Я их очень люблю. Мы их обязательно вставляем в нашу программу. Они, естественно, возмутились ударами беспилотников. И они Байдену очень строго указывают, что ему делать. Давайте посмотрим. На наш Кремль беспилотник. Руками украинцев. Ну, мы знаем, что приказы, это Байден сделает. Байден. Сколько можно лезть уже до России? Сколько? Вот ты уже с ума выжил. Тебе уже покаяние. Надо с Богом встречаться. А ты все творишь чудеса. Ты что творишь? Взял в залог украинских людей. Ты их сводишь. Люди же не твои. Ты что, Богом возобновил себя? Или что тебе мало? Земли мало. Или что тебе надо? Запомни. Всем дадут государственная земля два на два. И ты туда пойдешь. Но только где ты будешь? В аду или в раю? Ты же в ад. Ты идешь прямым текстом в ад. Ты идешь. Надо уже встречаться с Богом. А ты в людей стреляешь. Разве так можно? Вот ты потом мои слова попомнишь, когда ты там будешь в преисподнюю. Ты уйдешь в преисподнюю. Это точно. Сколько ты людям зла сделал. Столько нехорошего сделал. Ты пойдешь только туда. Там судья наш. У всех один судья. Запомни. Наш создатель, который сделал небо и землю. Разве можно? Тебе надо к покаянию идти. И всему миру надо к покаянию идти. Почему вас отрицает Америку? Почему наводнение там? Почему это все творится на Украине твоими же руками? Ты давно хотел, в 47-м году ты ходил в Россию. Не победили в 45-м. Потому что Россия, матушка наша, всегда была благословенная земля. Под Богом. И всегда с Богом. Ни деды, ни прадеды не проиграли. И теперь наши сыновья и внуки не проиграют. Потому что за нами защита нашего Творца Небесного. И ты что думаешь? Что победит Украина? Никогда в жизни. Победа была и будет за нами. Ну вот. Ну я не знаю, нужно ли это сильно комментировать. У нас... Сейчас минут ровно. Если я не ошибаюсь, меня поправят до 54-х или... Да, у нас 10 минут ровно. Да. Ну вот скажи... Ну я не знаю, что здесь комментировать. Я это делаю. Просто показываю для повышения настроения. Я вам скажу, тоже для повышения настроения. Пункт первый. Бабулька путинская, при том, что так критикует всё пиндоское американское, не понимаю, почему носит, что это у неё там халат или что-то такое, с пиндоскими буквами. Диджи. Дольче Габбана. Я понимаю, что это Дольче Габбана сделано в мытищах, но тем не менее. Как же так с таким презрением относиться к национальному производителю? А второе, у неё информация неточная. Надо больше Соловьёва смотреть. Как-то незачёт ей поставить нужно. Потому что Соловьёв чётко сказал сразу же после атаки беспилотникам на Кремль, что виноваты не только Байден, а Байден, Зеленский, Арестович и главный Гордон. А почему? Он на экран вывел с телеграм-канала Димы мем, который тот запостил. А там на меме Байден и Зеленский идут на фоне горящего Кремля. И подпись была из серии «Вот так бы выглядела атака на Кремль, если бы её сделал Киев». И Соловьёв выводит на экран и говорит «Вот, смотрите, это же Гордон. Это Гордон, и вот он показал всех других организаторов. Это Зеленский, Байден и Арестовича они туда ещё приплели». Потрясающе совершенно. Хорошо. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава Богу. На сегодня немного. Вот хороший опрос. Вот интересно, тоже будет ниже Плинтуса или нет? Россиян спросили о том, что бы они изменили, если бы смогли вернуться на 20 лет назад. Послушаем. Если бы вернуть время на 20 лет назад, что бы вы себе пожелали, что бы посоветовали и что бы, возможно, изменили в своей жизни? Чтобы этой перестройки не было. Да. Которая, в общем-то, ухудшила жизнь большинства народа, будем так говорить. Ну, нельзя так сказать. Может быть, что-то стало лучше. Нет, конечно, было недостатки при старом. Ну, это всегда так, наверное, в жизни. Но, будем говорить, в общем, для нормальных ребят, нормальных, кто трудится, все честно, было лучше. Что бы вы делали для того, чтобы перестройка не случилась? Как-то вели бы себя по-другому, что-то предпринимать? От народа ничего не зависело. Что вы? И сейчас ничего не зависит, и тогда ничего не зависело. А с детства уже, с пеленок внушали, как говорится, любовь к родине, любовь к государству, к честному труду. Не все, конечно, шли этим путем, понятно. Но большинство, вот, за счет этого и держим сейчас ребята, которые воюют. Ну, были ценности моральные были, ценности семья, я не знаю. Часть же народу сейчас говорит, ой, зачем там, что-то воюют, да что-то, это безобразие там. А другие идут воевать. Почему? Они же, так сказать, тоже могут сказать, а что я обойду? Зачем это нужно? Да, ну, это вопрос, не надо это обсуждать. Вы, что вы на 20 лет назад вернулись, что бы вы... Нет, на 20 не хочу, хочу на 30. Почему на 30? Ну, потому что тогда был Советский Союз, тогда была стабильность. Ты знал, что у тебя будет завтрашний день. Я знала, что у меня будет пенсия 132 рубля. Я себе ни в чем не смогу отказать. Поехала на улицу Горького, купила прекрасный сыр, прекрасную колбасу. Пришла, и все мне будут, это самое, завидовать, потому что я все себе могу позволить. А сейчас что? Ночится какая-то самая собака по помойке. Тетенька, зачем ты врешь, что ты как собака на помойке? Ну, хорошо, говорите. Ну, он сказал, этот мужчина, который выступал, главную фразу. От народа ничего не зависит. Вот они так считают. Вот они именно так и считают. И из-за этого все происходит. И, конечно, от них ничего не зависит. Они как стадо участвуют в любом преступлении. Они как стадо идут умирать и убивать в Украину. Они как стадо не понимают причинно-следственную связь того, что сейчас ты как собака на помойке. Не из-за того, что совок развалился, а из-за того, что у тебя власть преступная, коррупционная, которая себе карманы набивает, а ты голодаешь там. Ой, ну, слушайте, Матвей, просто, ну, нет слов. Нет слов. Вот знаете, когда я смотрю на эти видео, то воистину Украина не Россия. А чем она, Украина, не Россия? Не тем, что какие-то там особые гены и так далее. Ну, украинцы — это нация, это всё понятно, но важен бульон, в котором эта нация живёт, варится. Вот то, о чём вы говорили, когда был опрос российский. Понимаете, есть один хороший политолог, которого спросили, почему в России нет протестов, почему вот так вот. И он, вы знаете, сказал замечательную фразу. Он сказал, знаете, давайте говорить честно, что для протестов нужно хотя бы капля демократии. Ну, чтобы, например, ты вышел на улицу, и тебя не убили, не арестовали, не подстригли и так далее. Понимаете, а вот в Украине этот вопрос не стоит. Говори, что хочешь, делай, что хочешь. Все церкви разрешены. Потому что Украина день за днём целенаправленно, методично выбаривала, выборивает, как ещё сказать, эту демократию. Потому что это не случилось одномоментно, что вот мы такие. А потому что мы так живём, мы так дышим, мы так чувствуем. И это, кстати, хорошая очень история, вот то, что вы сейчас показываете. И очень показательно вот эти опросы на улицах. Ну, просто очень показательно. Ведь там и в Украине опрошены молодые люди, молодое поколение. И в России вы показывали молодое поколение. Можно же сравнивать. И можно сравнивать тех людей, которые уже из старшего поколения, которые в Украине были, и они тоже жили в Совке. И сравнивать в России, которые в Совке и остались. Вот в чём разница. Украинцы в Совке прожили и прошли. И они эту историю с себя сбросили, как, не знаю, кур, путы, как что-то такое тяжёлое. Они сбросили, они освободились от Совка. А Россия до сих пор осталась с фантомными болями того, что вот мы были велики, нам нужно всех обязательно загнать в своё стойло, в свой концлагерь, в этот хлев. И пусть мы вот живём, как она сказала, как голодная собака по помойкам. А чё это они не живут, как голодные собаки по помойкам? А чё это они захотели? Простите, я просто смотрю на часы, у нас осталось две минуты. Я хотел вам прочитать новость и задать вопрос. Значит, газета «Ведомости» российская, сайт, сообщает, «Традиционного приёма в Кремле по случаю Дня Победы в этом году не будет», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, всё понятно. Андрей Мальгин по этому поводу написал, что случилось. А я хотел вас спросить, как вы считаете, парад будет? Эта шутка уже по интернету ходит, что двойники Путина тянут палочки, жребий. Кому из них выходить на 9 мая на парад и на всякие приёмы? Потому что всем стрёмно. Абсолютно. Стрёмно, даже двойникам. Ну, просто я не бью с вами руку, знаете как, и не спорю с вами. Просто вот вам, как кажется, будет парад или всё-таки скажут, что вот, безопасность и так далее, и так далее. Подготовка пока идёт. То есть, видимо, они всё-таки рассчитывают, что удастся провести. Более того, сегодня я увидела сообщение, что Путин отправил срочно приглашение, по-моему, президенту Таджикистана. Вот до этого сказали, что будет Киргизия, президент Киргизии, потому что он типа с визитом и некуда деваться, он его в заложнике оставляет. Видимо, Путин в скорейшем порядке пытается себе ещё нескольких заложникам надёргать, рядом с собой поставить, ну или со своим двойником, там уже как получится, для того, чтобы хоть каким-то образом обезопасить себя. Ну, потому что страшно. Страшно? Я думаю... Всё, Олеся, нам надо заканчивать. Я думаю, что там тоже оттуда приедут двойники. Спасибо большое. Олеся Бацман, главный редактор СМИ издания «Гордон». Спасибо, что вы были с нами. И до встречи. Спокойных выходных.